О, драфты уже вовсю идут. И открывается у нас Team Bright с Дизраптора. Кто у нас остался? Да можно Рубика просто ответить сразу, да? Ну, вроде как логично отвечать Рубиком, но всё равно как-то, не знаю, из-за того, что сейчас он шардом выкидывает прям совсем на капелюшечку. Эк инвокер остаётся. Ну, кстати, да. Инвокер остаётся. Чё ещё есть такого? Мы просто уже видели, что инвокеры как-то большинство команд на ФП не предпочитают. Да, но Team Zero играли с инвокером, мы играли с ним на ФП очень часто. Есть та самая наша скрытопульная венга, парни, будь чё. Вот венга, вот варлока. Варлуша, ZTQ сыграл, по-моему, больше вообще всех игр на варлоке именно в этих квалификациях. Блин, я бы на самом деле нагу подбанил, потому что Дизраптор-нага древнегреческая, вот эта стратегия простая. Лишним не будет. Чтоб чисто так чуть-чуть засекюрить себя на перспективу. Вопрос, с кем будет этот варлок. Потому что обычно комбинировать привыкли там с герокоптером, да, или с землей. Вот земель как раз забанили сейчас. Ещё ТБ. С ТБ они пикали, да, в основном. Но при этом, если там рано появится ТБ, можно будет открыть какого-то Дарксира, как противовес. И будет даже очень хорошо, потому что он и тимфайт восполнит, и хардкора закурает, то есть и ауру купит. Всё, что тут как надо прям. Блин, я постоянно вспоминаю наш спич, где мы говорили про ауру, да, под герокоптера. И вот вспоминали там агра, Дарксира. Да, да, да. Ох, может быть это тот самый момент? Да, будто бы банить должны Дарксира, а Тимзера. Хотя они могут сейчас с этим, да, сыграть. Со Свеном. Да могут, тут либо Нага, либо... Нага забанили. Если там будет Дарксир, они будут со Свеном играть. Ну вот, Айсайз нашёл себе второго героя, да, он играл чуть ли не каждую игру на бетике. Видимо, будет теперь на Тине играть все каточки. А нормальный герой так-то. Так у него получилось, он вообще в кайфах. Он там 55 секунд в таверне был почти во всех фрагах. Ну, то есть вот как надо прям сыграл. Да, вопрос только с кем он пойдёт на линию. Потому что по Тине всё-таки тоже надо героя подобрать такого, с которым будет комфортно. Слушай, учитывая прошлый драфт, там может быть и Вайперы, и Виномальтеры. И они вот вспомнили вот эту даблу, которая невероятно страшная и рабочая при этом. Так и Дарксир в случае необходимости. Ну вот они выбирают Ласпик, да, второй раз. И будут просто закрывать опять, скорее всего, оффлейном. Сейчас они увидят вот Феникса, да. И ещё там кого-нибудь. Можно будет взять, например, Марфа плюс Мидера. Блин, а с Марфом неожиданно будет? Ну тут уже есть потребность, да, определённая. Феникса и Соло, мать. Пускай они Морф, пускай просто какой-то семикерри такой. Если опять же у них концепция, которую я думаю, что они оффлайн на ласпик себя оставляют. Поэтому они берут секонд пик. Что думаете по поводу ВР-ки? Неожиданной. Блин, как будто она чуть выпала. И причём они сразу встретили котлом. Котл хороший герой против ВР-ки. Ты там подбегаешь, связываешь, ультуешь. И вот он тебя толкает. И ты говоришь, а чё в смысле? А что это котл мид? Ну да, котла мы куда отправляем? Ну, мы можем его отправить на тройку. Можем отправить его на четвёрку. То есть я не могу вспомнить мид матчап ВР-ка Тинни, если чё, снарзик, не помнишь? Чё? Матчап Тинни ВР-ка. Ну, если котл себе постакает крипов, то у него будет больше, но ВР-ка... Так я про Тинни. А, котл Тинни? Да, ты проверял меня. Ой, чё, ВР-ка Тинни? Да, да, да. Ну... Тинни нормально, по идее, стоит, но... Тинни можно Тинни убивать с ВР-кой, правильно? Под шестой. Да я не знаю, я думаю, что флекс в любом случае какой-то оставят. Я думаю, они и задумались сейчас в том плане, как бы им скрыть свои намерения. Ну, им керри в любом случае надо сейчас брать, если они хотят оффлайном закрывать. Так, джиггернаут есть условное. Я думаю о нём, но он не лучше тоже, наверное, пик. Ну, яичко подобьётся, покачается, анконтест по факту по линии, никто не может тебя убить. Станов у них нет. Именно в крутилку. Ну, в предыдущей игре они взяли Сларка, да, просто на 17-й. И выиграли, и его не закрыли ни одним героем. Могут БС взять просто. Ну, кстати, да, да, тоже могут. Ага, вот они поменяли концепцию, взяли просто сразу Легиона и керри на Ласпик. Тут уже другое мы видим, да. Ну, Коттл, Легион, напрашивается, наверное, линия и просто тинь мид. Ну, хотя вот флекс остаётся, да, всё-таки, Коттл, синие могут поменяться, если захотят. На самом деле, Варлок, ЛЦ тоже заряженная линия. Через банды копья? Старинная, да, тоже. Древнегреческая, как ты любишь говорить. Было-было, да. Ну, вряд ли так будет, я думаю, всё-таки, да, более, больше похоже. Ну, да, вот, ну, почему бы не пикнуть Войда в ЛЦ, да, отличная идея. Так у нас, как бы, и происходит драфт и Тим Брайт. Ну, повар вернулся, видимо. Сначала пикнул, в принципе, нормальных героев, да, за Феникса. Потом вернули чувачка, который пикал в предыдущей игре. Ну, окей. Коттл, кстати, круто темпит, если это будет мид, например, с Веселом. Войд будет очень сильно страдать. Да, как будто Войд уедет. Синий может умереть и дуэль случайно какую-то получить и уже не всплыть. Да, так и Коттл пол-4 может зарашить Весел. Ну, опять же, от саков зависит. Ну, короче, пока что у Тим Зеру всё хорошо, как по мне. Ну, меня уже радует, что мы хотя бы минимальную концепцию и логику можем отследить в драфтах, в отличие от прошлой игры, потому что в прошлой у нас в конце только это получилось сделать. Я не вижу опять логику, я не понимаю, почему пикается Войд. Нет-нет-нет, я про Тим Зера, наверное. Тим Зера? Да, да. То есть у них более, знаешь, как-то получается нам прочитать их больше. Ну, наверное... Ну, наверное, мы просто поняли их идею, да, в предыдущей игре. То есть они просто в любом случае на 17-й что-то покажут, да, неважно что. Но, видимо, их идея в том, что Тим Брайт в любом случае не закроют на 18-й пик никогда тебя, да. То, что ты пикнул ЛЦ, и оппоненты возьмут героя, который плохо стоит в ЛЦ. Очень быстрая стадия банов последняя. Там Тимбера, Дума убирают у нас Тим Зеру. И вот Сларка убрали у нас Тим Брайт. Ну, понимаешь, что Керри остался, да, даже несмотря на то, что Сларк вроде бы не очень хорош тут. Много ауе дэмэджа. Тем не менее, все равно его банят. И вот второй бан еще кто может быть? Кого мы можем добрать для Тим Брайт? Да, Джаггера можно добрать. Подожди, нет, для Тим Зера надо сейчас Джаггера убирать в бан, по ощущениям. Конечно, можно сказать, что, типа, Джаггер, Войт это не прям. Кстати, еще Дровка есть, вот. Вот, Дровка, в принципе, с Варлока может ли не отстоять. Войда она убивает, какие-то Плорки решаются убрать. Ну, и кто остался в оффлейн, да, сетап. В принципе, Войт как сетап есть, но и лишний не будет. Может, классический Марс. Да, нужны ауры. Вот Марс нравится. Марс нравится, он хоть как-то может сбалансировать. Но с другой стороны, ну, важно линию нормально отстоять на Марсе. Есть еще Питлорд. Там, видишь, слепой пик, да, то есть непонятно, кем закроют. Так что надо, да, вот, либо какого-то универсального героя, типа Марса, либо вот Питлорда попробовать тоже можно, в принципе. Однажды люди, мне кажется, додумаются, да. Почему я такой злой вообще? Ладно, я не знаю. Ну, короче, наверное, когда-то люди в любом случае додумаются, что против Варлока не обязательно стоять на линии, и можно там взять какого-нибудь вот даже там ФП Лас Хиро, да, или ФП Шачла, и просто отправить за вышку, либо Акса какого-нибудь. Ну, это вот напрашивается вот Свенчик, вот, он как-то вот... Свен хорош. Он напрашивается. Вот, они такие, вот, пожалуйста, пикните Свена, на котором Сетевай вот выиграл предыдущую игру, пожалуйста. А как тебе Урса? Урса? Да. Ты ломаешь яйцо, брагетшоты. Ну, я на VR-ке куплю нулифайр, но все-таки не будешь играть. Только одна VR-ка. Из Раптор Войт, много чего. Из Раптор Войт. Ну, короче, не знаю, Свен, конечно, против Аликана-то хорош, но там Феникс, там Войт, не понятно. Либо Свен, либо МК. Свен там будет, конечно, да. Нет, ну тут система какая, да, то есть мы уже сразу сказали. То, что там уже сразу Тимзера, скорее всего, в Волте... Ну, мы чат не видим, да? Они, скорее всего, говорят, возьмете Войта в Волте? Они такие, да-да-да. Такие, а потом, а вы Аликаном и Свеном, окей, да-да-да, поехали. Вот, все решено заранее. Как будто просто закрыто, и снова Тимзера полностью закрыли драфт, на самом деле. Ну, не полностью, но им как минимум легко будет и комфортно играть. Не, ну пик хотя бы играбельный, да, сверху теперь, в отличие от предыдущей игры у Тимбрайт. Но уже получше хотя бы. Да, уже хотя бы получше, но они не выиграют с таким подходом к доте, ребят. Но я все равно за Тимзера, тут у них крутая концепция. Коттл Мидоу, который будет сильно сбивать темп в Айду, да Аликану тоже. Свен, который с ЛЦ могут нормально выйти в мид-лейт-гейм и убивать, то есть два полноценных кора. Я считаю, очень крутой сбалансированный драфт у Тимзера, я за них. Тогда давайте смотреть на вторую карту. У меня, если честно, аллергия уже начинается на китайский регион, так что передаем слово комментаторам и смотрим результат. Полисорб точно, надо пойти выпить. Да, не знаю, ребят, чего у вас за аллергия. Кайф игры сегодня мы смотрим. Хотя пока этот матч конкретно без сенсации, у нас фаворит побеждает. И, ну, наверное, Паша, это не будет такая игра быстрая в плане того, что мы понимаем, что одна команда уже сильнее по линиям. Я думаю, все плюс-минус балансно пройдет. Киперовзылайт, это, наверное, главная сигнатурка с АВНИ. Он играет, вот сколько я помню, этого игрока. Всегда я запоминаю его именно по Киперовзылайту, потом сразу увидел, я понял, что это герой на мид. Слушай, я вообще не знал про это. Теперь мне прям подогрел мой интерес, потому что я вообще не шарил за то, что вот это супер жесткий котел. Если это реально так, то да, это должна быть интересная игра. С другой стороны, у нас ВР-ка. И вот у меня насчет этой ВР-ки какие-то сомнительные чувства. Вот у тебя нет такого? Ну, слушай, учитывая обновление Атоса и Глепнира, понятно, что с ней делать теперь. Что покупать? Раньше как было? Раньше было, ты покупаешь Атос, который уходит в Глепнир. Это одна из нереально жестких шмоток на ВР-ку. То есть с этим Атосом у тебя решается проблема с демеджем, с выживаемостью, с кетчем. Потому что пока у тебя просто обычный пауэршот, кетч у тебя такой, там еще попасть надо. Этот Атос решал невероятное количество проблем. И вот знаешь, вот это, мне кажется, одна из проблем, почему Астры вылетели. Потому что всегда можно было классоветную ВР-ку отдать ее Сумаилу, вот эту старую с Атосом. Всегда можно было отдать ему ВР-ку, и он сам все сделает. А с обновлением это, ну это вообще в принципе пропала функция. Уже так нельзя сделать. И вот я вот не уверен. Я очень хочу посмотреть, что из себя представляет ВР-ка. Я надеюсь, что в этой игре я скажу вау. Вау, так вот, так вот как это работает. Но есть опасения, что этого не произойдет. Да, получается сейчас какой-то рабочий билд, это Мьелландер. Тоже, в общем, мы такое видели. Но, конечно, с Атосом у тебя открывались большие возможности для убийства. Хороший тимфайт. Тут, конечно, непрошлая карта у тебя. И поставить Хрона, и суперновую туда с Андреем зажечь. И Статик Шторм стоит в запасе. Ликан такой вот, наверное, не особо ожидаемый пик. Ликана закрыли с Веном? С Веном это лучший вариант был? Или что-то вот у тебя было поинтереснее в мыслях? Да, с Веном точно неплох в этой игре. Просто если рассуждать на тему Хрона поставят, лучом накроют, то можно практически от любого героя отказаться на керри. Ну там кто-то скажет, ну ВК же, ребят, ну кому-то, две жизни, лол. Но это такое. Мне кажется, нормально. Почему нет? С Вен неплохой, хорошая линия, неплохая для него игра. Приятные кнопочки. Ну, короче, нравится. Лайк ставлю сразу. Напомним, что вы можете совершать ставки на Дота 2 в приложении Бэтбум, получать руны, и за эти руны в будущем получить настоящий фрибет от Бэтбум. Подробности под стримом. И вот он кипервзалает Виндрэнджер. Будем за этой линии приглядывать, но попозже, пока там ранние ловела. Кипервзалает и геймплей простой. Лиминайтом задул, пачку забрал. Верка по таврам делает плюс-минус то же самое. Да, с котлом важно не то, как он стоит линию обычно, а то, что он делает после. Обычно он с линии выходит не совсем прям супер рано, но, возможно, раньше, чем другие герои с центра. И там уже по-разному. Там либо тревела, либо попытаться сайды покошмарить, если линия запушивается, либо наоборот весело просто идти. Не то, чтобы приходить под момент, а самому создавать этот момент. То есть геймплей всегда разный, котлы разные. И будем смотреть, как оно будет. Ну, смотри, Феникс. Хпотеть, Шекл добивает обычного милишнего крипа своего же. Ну, ладно. Тут, что бы ты ни делал, СВН и будет забирать пачку. Там одного-двух крипов терять не страшно. И, кстати, это ВР-ка, извините, что ты привил, это ВР-ка ПТ-майл. То есть я ничем не удивила. То есть больше ничего пока что не придумано, видимо. Потому что если бы было что-то другое, то это, скорее всего, он бы купил. То есть никаких веселов тут не будет, слава богу. Никакую другую альтернативу Атосу не нашли. То есть это просто ПТ-молния и старая ВР-ка, которая, ну, нормальная. Она не жесткая, она не реально жесткая. Она просто нормальная. И вот будем смотреть, как это все реализуется. Ну, а чисто в теории бут убивать. Косфайер нажимаешь так же, подшекал, либо хроносферу. Снизу. Из раптора тут не знаю, насколько он эффективен. В линию легион-коммандер Тинни. Да, то есть если бы, скорее всего, здесь был не Тинни, а кто-то другой, можно было бы еще жестче постоять эту линию. Но решили сыграть так, да? Сыграли на Медового Котла. Решили то, что он сделает много. И отправили его в центр. Из-за этого прэшер именно на лейнинге в боте, он немножко уменьшается. Но, тем не менее, все еще нормальная линия. По причине того, что сами взяли Вайда в ЛЦ. И сильно там не выпендриваешься. Просто можно поиграть на свой фарм. Варлок снова появляется. Может быть, это заменование новой Меты на пятой позиции. Варлок будет появляться все чаще. Вот смотри. Здесь тем более вроде игра микроц вообще комфортная для него. Никаких бремастеров в СТБ нет. И под Свена, да, с бандами. Слушай, ну, нужно будет понять. Все будет понятно, когда будут играть другие регионы. То есть сейчас есть два пути. Либо команды, ну, честно скажу, команды получше, да? То есть здесь очень много средненьких команд. Либо команды получше увидят этого Варлока и скажут, вау, вот это да, давайте тоже с ним играть. Либо, что тоже, вероятно, скажут, че, какой Варлок, вы че, мужики? И просто забудут про него. Но это мы уже скоро узнаем. Китай у нас уже скоро, как я понимаю, кончается. Да, завтра финальные дни. Финальный день, точнее, два финальных матча остается. Но команда Астрона, помним, уже все. Сумаил, в общем, сказал, что, надеюсь, отойду от того, что не попадаю на очередную Интернешнл легче, чем с прошлого года. Он уже что-то говорил, да? Да, ну, написал. О, ой-ой-ой-ой, блин. Тильт. Тильт. Самоил, который не проходит на Интерн, это тильт. Да, уже который год. Да. Без ФБ мы 4 минуты. Не было даже предпосылок. Атака снизу, Глимс, ну, там совсем это смешно выглядело. Может быть, сейчас что-то будет на руне. Дизраптор сюда перемещается. Ну, 7-E, та руна-то и не нужна особо. Ну, это вот, это последствия вот этих драфтов. То есть, ЛЦ это клево атакующий герой, но он стоит с Тинни. Это пассивно немного. СВН клево атакующий герой, но он стоит с Варлоком. Это тоже более пассивно. С другой стороны, опять же, есть Дизраптор, который хочет глимсовать, убивать, но с ним стоит Войт. Это тоже пассивно. То есть, хотелось бы увидеть ФБ, но здесь, ну, нету людей. То есть, Ликан тоже. То есть, здесь нету атакующих героев. Тут один атакующий, один пассивный. Один атакующий, один пассивный. Сделать килл просто сложно. Если только не нажать автоатаку, да, просто по-честному. Типа, давайте, вы нас бьете, мы вас бьем. И вот руки отпускаем, откуда ту же с мышкой деремся. Кто выиграл, тот и прав. Только если такая ситуация произойдет, тогда, конечно, кто-то может умереть. Ну, в общем, нужно дать ультимейт на этих атакующих героях, и тогда можно ожидать убийства. Что СВНа, что Легион Командер, ну и что Уликана с другой стороны. Так, размен саппортами Айсайз. Кстати, вот он. Ну, да, 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 да. Да, есть Глимс, Айсайз под замедлением, там Делейшнер работает и дотягивается Дизраптор 1-0. Ну, Бьян должен без проблем выходить. Стики, Лотус есть. Ну, для Войда это неплохая компенсация получить хотя бы ассист, ибо это единственный герой, который просел по крипам на этой карте. Легион Командер 10 денаев имеет. Не знаю, не думаю, что это прям ожидаемый расклад. Ну, это какая-то наглость сейчас была. О, сейчас Башек еще попробую. Да, Стики. Остается ли Лотус у Бьянда? Будет спелл еще, вот он, да. Лотус есть. Второй нож. Бразаатак, подходит Тинни. В контратаку сомневаюсь, что готов выходить, хотя кровавая граната, да, все, похоже на то, что Айсайз сейчас даст Тос. Несколько ударов, подходит Бьян, нажимает опция, еще и ФСС Вайда могут убить. Ух, Стики, Тайм Волк, ну это да, это могло быть фиаско. Бьянт выбивается, фласка, кровавая граната, имитатор. А может быть сейчас развернутся, Бразаатак нажать? Убьет, 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 нет. Бразаатак, спирит мимо, еще. Ай, 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 ай. А там Тос, и поехал Феникс, и Карлса нет, и Бьянт съедать должен еще. Ну круто развалили. Бьянта вернулся, просто атак, и ТПЛС вовремя. Жесть переигранная, вообще я не ожидал такой концовки. Это какое-то кинцо, в котором ты просто смотришь и не понимаешь, чем же это все закончится, но точно этого я ждал. Так, Глимс должен быть. У Глимс плохую точку. Где тут Шеклта нажать? Севены уходят спокойно по тавр. Он еще и умудряется с Вены самогрызаться здесь. Да, как я понимаю, позиция под Шеклта была плохая. Так, кровавая граната. Может быть сейчас иллюминатор задуть. Рейндроп. Рейндроп первый. Заряд улетает. Ну опять же, вот ты котел. Это не то, что ты хочешь. Ты хочешь на котле, как бы, когда ты выбираешь таргет для убийства, ты хочешь, чтобы тебе помогли. Вот пришел Варлок, кинул гранату, да? Ну вот, это что, помощь? Любой герой может кинуть гранату. Можно взять пятерку террорблейда, он придет в мид и кинет гранату. Он даже первый спел нажмет на террорблейде, он сделает больше, чем этот Варлок. Не знаю, ну так не нравится этот герой. Ну не могу ничего своего делать. Да, ну Варлока ты, наверное, не ожидаешь на ганге. Ничего не скажешь про Тинни. Тоже верно. Так что будем ждать Тинни, который будет выходить. Как раз таки это лучший герой. Один из лучших для выхода в центр. Так, ну и приближается у Войда Хрансфера. Покупает на себе ПТ. Дуэль уже есть. Кто сюда может прийти? Ну тот же Тинни. Ну и Хит всегда теперь боится, что там Легион Командор вплотную. Может залететь неожиданная дуэль. Так, Свен на топе против Ликана. Один на один Ликан покупает тебе Доминатор. Да, и на самом деле очень нравится ситуация по корам. По ощущениям такая плюс-минус равная игра. То, что там у кого-то на 100 на 200 больше, это вообще ничего не решает, как по мне. И реально будет все решаться в том, какие мувы будут делать одна команда, и как другая команда будет на все это отвечать. Потому что, с одной стороны, есть Ликантроп, выход ПЛР-ки какой-то, да. С другой стороны, можно тяпнуться, соответственно, на ЛЦ, прервать атаку с помощью пресса-атака, там что-то кого-то задуэлить, котел прилетит. То есть может что-то произойти, а с другой стороны, может ничего не происходить. В принципе, если команды будут дальше качаться, я думаю, тех и тех это устраивает. Да, эта карта уже чувствуется определенно пассивнее. И после драфта стало понятно, что здесь никакого экшена на первых минутах невозможен. 51 на 49 Дота. Ну да, тут пока ничего не ясно на руне. Выход на Миндрэнджер, ставится Кинетик, глимсую Тинни. Атака очень быстро заканчивается, и руна регенерации Феникс никуда не уйдет. Да, если сейчас у Тинни как-то побольше поиграть с Тинни, дать экспу этому Тиннику, то с ним реально можно киллов с котлом поделать. Но что-то пока что, даже сейчас вот то, что на ВР-ку выходили, когда она с руной уходила, по-моему, там было без Тинника, он только добегал до этой драки. Это очень важно, чтобы они стакнулись вместе и вместе все делали. Саппортов давят, находит Дизраптора, еще один Кинетик, неужели снова уйдет очередной герой? Иллюминейт попадает и долетает дерево от Айсайса. Побежал Ликан, он же с Доминатором выходит. Шишка Стана, Свена немного не хватило, чтобы спасти так-то мидера. Команда Зеро, хороший ответ. Но Вечно немного не хватает Зеро, уже которой атака, может быть, Бьянда не хватает. Или к Бьянду, чтобы пришли наоборот, он до сих пор не дал дуэль. Ничего не одну. Вот это вот опасный момент, то есть, когда ты пытаешься делать киллы в верхней части карты, то есть, будь готов, что в любой момент из угла выбежит собака с шишкой. Да, да, не буду развивать эту тему. Короче, выбежит собака, и может плохо закончится. Уэль нажал. Есть хрона. Молодец, что нажал. До конца уже казалось, что сейчас пару куражей прогнет и конец. Эллюминейт. Войт с Таймволоком выходит. Ну, как минимум, трансфера была потрачена. За хитом в погоне продолжается. Эллюминейт еще один с Эвен-И. Нет поддержки. Сюда прилетает Виндрейнджер. Это уже опасно для Киперов Зелайта. Выходит и Дизраптор. Три героя в одного котла. Глимс рядом ЛЦ. Может быть, в раздатахе как-то ситуацию изменит. Эллюминейт долетает, как живой, да, взрывает просто. Я уверен, хит сам в шоке от того, сколько урона было выписано. И Дизраптор туда же. Так, ты такой-нибудь или нет? Очень быстрый с Эвен-И. Травела есть. Связки нет. Да, из-за того, что четвертый Виндран, спелла маленького уровня. Не хватает вот этого кетча, да, на котла. Слушай, я хотел сказать то, что, блин, как же жалко, то, что котел играет один, нет какой-то у него подкрепы. Внезапно он просто в соло вайда убивает. Никто даже не нужен. Просто второй стенд, дай мне пресс-атак, скинь тайм-делейшн с меня, и дальше я все сам сделаю. Да, и по идее, вышка эта должна после такого отдаваться. Так, тут неприятная ситуация. Метатор? Что за цирк? А этот варит, он даже не... А, нет, смотри, перестал, перестал. Я думаю, он дальше будет варить, вообще не парится. Уходит отсюда варлок, да, и может спокойно пушить. В это же время Zero пока ни одного тавора не забирает. Расходится по лесу. Остается легион-коммандер снизу. Ждем очередную дуэль. Под котла уже можно, я думаю, реально убивать войдом. Да, легионка невероятно большая. Интересно, что там. Я думаю, как обычно, Блэдмейл Даггер, да-да-да, именно так. И с этим Блэдмейлом уже войду на линию не выйти. А если ему не выйти на линию, а Хронова он потратил тоже у него еще в кулдауне, то ты бьешь лес с ПТ-перчаткой, а это не очень приятно. Вынужденная мера, да. Вот если он в мид, кстати, встанет, мне нравится. Вот в миде если он будет... На своя, на атака. Лотос есть? Как он связал? Как он связал с одним-единственным деревом? Ну, стивай, Лотос может как-то нажать. Нет, даже не пытается. Команда все равно не была рядом. Отличная работа! Вот уже и Свен в таверне. Держится команда Брайт за 11 минут. Небольшой перевес снизу. Телепорт пошел сюда. Феникс на отпуш приходит. Ну, он выйдет, его убьют. Слушай, ну, получается, нашли правильное окошко, потому что снизу стоит Тинни сейвит легионку. В миде стоит Варлок. Хоть для меня это спорно, но тем не менее. В миде стоит Варлок сейвит котла. Единственное, кого не сейвили, это Свен в него напали. Круто, круто сыграно. И это неприятный, на самом деле, момент. Потому что от Свена все-таки, особенно, если я ошибаюсь, на вас пик Свена, да? Хочется, наверное, творчество побольше. А, нет, смотри. Ну, он сейчас камбэкнет. Вот, да, да, да. Он сейчас быстро. Там много стаков. Мы в целом видели, что команда Брайт практически не стакает. А Свен сейчас все... Ну, короче, да, тут, наверное, тысяча золота валяется. Ну, неплохо. Хотелось бы побольше, но неплохо. Фейзи Мом, кстати. Фейзи Мом сабли у него билд. Интересно. Да, и разбежались, пока качаемся. С антворсом все замечательно. Единственная проблема – это Войт. В плане... С перспективы команды Тим Брайт. Но с Мидасом, в принципе, проблема с его антворсом будет решаться. И Феникс внезапно 3-400 антворс. Это вообще откуда он все это взял? Он какие-то килы, что ли, на халяву подел? 0-1-2. 43 и добито крипа. Вот, похоже, ответ. У Тинина, например, 13. И классический уже ныне Феникс, покупающий быстрый хекс. Весел у Киперов Залайта. Да, ну и вот он Свен как раз 900 золота своя нафармил только что за минуту. Проблему Войта, что без Линкенсферы им играть просто не дадут. Мы понимаем, насколько сильно можно врываться. Голем в дуэли и Свен с ультимейтом летит. Все. Не факт, что мы Ханасфера будем даже в тимфайтах видеть. Башня упала на центре. Тут только Мидас. Только Мидас намечается. Да. Скорее всего, будет так, что... Ну, пока что выглядит так, что слева просто невероятно жесткий тимфайт. Видели Кана. Ну, то есть, ладно, все герои. Это просто жесткий тимфайт. Возможно, Верка не совсем подходит под это описание. Но она... Она надоедливая своим присутствием, скажу так. А справа это все должно выигрываться просто нетворсом, перефармом. Бойт, Хранасфера. Кипер Залайта цепляет краешком. Будет ли поддержка? Телепорт от Варлока. Варлок с големом. Я думаю, есть шансы здесь не просто поддержать, но и контратаковать. Ну, как-то слишком долго летит. Как он связал через крипар. Варлок все еще остается рядом. Не жаль ли побежит? Не жаль ли побежит? Да, 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 да. Молнии прокуют. Главное здесь не заиграться. Варлок все еще может выйти. Регион команды расстается на миде. Слушай, я после того, как насмарялся нашего региона, я привык, что у Варлок нет педали тормоза. А тут что-то как-то, знаешь, всего лишь один телепортик. И уже развернулся. Ну, ладно, ладно. Сайвова, допустим, сыграл. Есть плотмел. Как-то можно убить. Феникс быстро реагирует, убегает. А пока очевидно, что Зеро намного пассивнее играют. В отличие от Брайт, который постоянно через Тизраптора в РК пытается активничать по карте. 1.6 на Брайт. 2.25 на Зеро от Бэтбум. Вводите правокод при регистрации TI2023. Удваивайте свой первый депозит. ТТОй. Ультимейт нажал. Развернулся. Ну, там вообще за ним уже команда идет. Поэтому лучше с этим ультимейтом идти фармить. Видимо, он хотел на хэкграунд зайти, увернуться от птички, чтобы она не дала, соответственно, вижена. И за стан попытаться убить Замом. Но что-то не пошло. Птичка, видимо, он попал. Да, он сразу, по-моему, 2 кинул. Из-за этого он попал птичкой. Атак спиды уже нет. Так не получится. Ну, ничего страшного. Можно просто пойти покачаться. Легион командр с блиндайгером. Смотри, сейчас может получиться неожиданная атака. Хотя атакуют игроки Брайт. Так, поздно статик шторм, поздно. Это тот самый ультимейт Глэдмэйл. Я этого ждал, если честно, очень сильно. Я дождался. Хотя бы имитаторы уходят. Но это будет происходить. Это будет происходить, да. Или просто нужно в игроке запомнить, что все, мы не пытаемся работать в Легион командр таким образом. Пусть другие герои это будут делать и убивать. Минус 2. Хотя атака была перспективной стороны Брайт. Шекл, фокус файер, статик шторм. Но нарвались на тайминги неудачные. И опять же, старая Верка, когда она играла через АТОС, у нее были статы. У нее была какая-то плотность. Она могла себе позволить такие ошибки. Ее в секунду не сотрет. А тут как бы с ПТ на силу 1300 хп. То есть ты в спину этой Легионки с этой шмоткой еще вдобавок постреляешь. Вон, ПТ переключил, по-моему, там еще меньше. 1100, 1100 хп. Это прям вот пару раз что-то прокнет, Живелин, все, ты мертв. Это кошмар. Это выход в Рошана от Брайт? Смотри, Оверлорд появился. Похоже, они лишь ли сразу же используют этот момент в пользу. Да, да. Почему нет? Почему нет? Такой своеобразный даже дефолт под Оверлорд. Выйти. Это будет очень приятно, на самом деле. Потому что им нужно просто время. С их драфтом дать возможности ВРке дофармить то, что им нужно. Потому что Свен, у него, не сказать, что он здесь прям плох, но в любом случае его актуальность со временем будет теряться. Потому что он до своих шмоток, до своих слотов доберется быстро, скорее всего. А Войт как раз таки будет добираться очень долгое время. И скорее всего ВРка вместе с ним. И вот этот Эггис даст это время как раз таки. Так, ну здесь... Так, Глимса уже нет. А то здесь просто уйдет Тинни. И все, качаемся дальше. Желательно, чтобы Дракон, соответственно, и Войт были в разных частях. Чтобы они вместе карты не делили. Аллергия, похмелья, отравление. У всех этих отвратительных слов есть единственный контрпик. Это Полисорб. Приятная встреча при неприятных обстоятельствах. У команды Zero уже есть три Блингдайгера. Как можно неожиданно прыгать на того же Войда или Виндрейнджер? Не знаю, что делать. Я считаю, что здесь не надо париться насчет Эггиса. Если они будут париться насчет Эггиса и не будут драться вот с этим. ПТ-молния, да? ПТ-мидас. То есть просто ботинок грейжный на двух корах. И... Ну вот сразу прыжок. Ну успевает Виндран нажать. Ну иллюминейт заходит и дуаль выиграна. Статик Шторм. Войт прыжок. Легион Командер. Супернову. Ну может быть, пианда стоит продать? Ох. Какой был опасный. Какой был опасный Глипс и правда. Ну все в порядке. Взрывается яйцо. Слушай, яйцо. То есть отдали легионку за Аегис, хроносферу. А смотри, а там Лекан еще умер, я вот смотрю, в статусе. Наверное, Свен напал с Тинни под ультимейтом. Ну вот это уже симпатичнее. Да, да. Ну это очень важно. Нельзя останавливаться. Да, Аегис. Но, говорю, у большинства героев, у Вайда, у большинства коров, да, у Вайда и у Верки просто ботинок и артефакт на фарм. Все, больше ничего нет. Нельзя останавливаться ни в коем случае, если вы хотите победить. И... Да и вроде не собираются. Сверху хороший вижен на линии. Можно цеплять того, кто отпушивает. В миде тоже, смотри. Ну атакующий, хороший атакующий вижен стоит у команды Team Zero. Под него можно спокойно играть. Единственное, что они слабо видят леса. Вот такие вот именно тройка, да, и нижний лес. Они это слабо видят очень. Но, тем не менее. Ну на Войда так выходят, будто чувствуют. Примерно с положения кэри команды Bright. Да, Легион Командер может просто по колдауну дуэли играть. Минимальная поддержка в виде Тинни. Этого будет уже достаточно. Немного не успели. Десять секунд ранее и Войда бы здесь смогли поймать. Но при этом... Неужели по Т2 будут прыгать? Смотри, 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 что творят. А, нет. Вовремя. Ты красавчик, скорее всего, ты выживешь. Климсу уйти не продолжение не будет. Хотя уже игра на паралл по лайне Bright. Нападение на Дезраптора. Санрей, люминейт долетает. Дуэль, может быть, не успеет выиграть. Но фраг на Дезрапторе сделан. Да, не останавливается давление. Брайта пытается просто фармить свой Войда. Он купил себе молнии после Мидаса. Да, и показался Войда на линии. Увидели на варде. И на этом кемпе его сейчас будут убивать. Хроносферы нет. Да, как-то выйти и нажать. Свен с ультимейтом, с блинком. Прыжок. Ну все, прыжок в один конец. Это прыжок. Куда? Куда? Все нормально. Дай ему в ГД слишком долго. Я не нервничал. Нет, нет. Я не нервничал. Все нормально. Так. И что делать теперь? Должен он хотя бы понимать, что... А, смотри, вард-то упал. Он сейчас скажет, ребят, мне видно. А его-то не видно, варда нет. Он уже упал. И вард появляется в боте. Сразу же. Ну, правильно играют Team Zero. Просто как будто бы лучше, правильнее. Понимают, что ведут. Взяли драфт, чтобы вести. Понимают, что ведут. Ставят под это вижен. Играют на это, что нужно давить. Что не хотят, чтобы войд качался. ВР-ка вот эта вот дурацкая. Чувствуешь, как ВР-ка просто пропала с карты? Настолько потерял инициативу мидер команды Bright. На первых 10 минутах еще казалось, что неплохо. Вроде пока шекла есть. Теперь все. Фарма никакого, а убийств больше нет. Да я уверен, если честно, что ВР-ка без Атоса это плохой герой. Так сейчас герой не должно работать. То есть он слишком много давал этому герою. И за счет этого этот герой блистал. А сейчас... Но глимс есть, но не то место, где нужно. Войт подходит. Войт с карнат с Фьерой. С Венау можно убить и так. Дуэль Фестлос Войда. Сетивай из драки пытается выйти. Допивает его. Залетает голем под окончание дуэли. Супернова взрывается. Бианд в раз атаку его доедает. Ликан очень много урона от крипов и самого Ликана. Но Варлок тут само собой должен отправляться отдыхать. Слушайте. Супер, супер. Да. Здесь в драфте слева есть все еще. Мы про него не забыли. Да, он есть. Это супер сильный герой. Теликан. У которого игра хорошая. Он хорошо поставил линию. Это все еще та самая собака с доминатором, с грейжендом. Которая доставляет кучу проблем. И это надо как бы респектить. Нельзя просто про него забывать. Да, ну и сильный тимфайт, конечно. Мы видим. Даже без хроносферы умудряются ребята тут понажимать кнопок. Кстати, супернова. Ликан ломает позицию. Но это все преусловиваешься со Свэм без ультимейта. И он не готов драться. Свэм Ранли Пузну купит тебе и БКБ. Ну и с ультимейтом будут работать. Вот тогда... Да, это правда. Я к тому, что намного приятнее бежать вот так вот просто в толпу героев. Когда рядом с тобой летит черный дракон здоровый. Который просто один, если надо, откущит там котлу треть хп скрита. Если там все сложится. Уверенности прибавляет все это дело. Да, и Феникс, если я понимаю, 12 уровень. Ну и яйца нет, скорее всего умрет. Умрет. Под Веселом. Да, и в миде тоже, кстати, вард пропал. Остается только этот. Нужно переставить. И кого-то кто-то палит. По-моему, у Свэна палит собака Ликана. Зная то, что Свэна... А, нет, это не собака. Это Свэн нашел дракона. Я немножко не так представил себе эту ситуацию. Казалось, что там нереальная какая-то гениальная слежка идет. Но нет. Глимс, похоже, уже не поможет. Да, Цераптер не успевает его нажать. Много телепортов от команды Брайда. Решили драться. Дуэль Ликана, который нажимает шип-шифтер. Хроносфера остается. Непонятно, куда ставить. Пытается просто избивать Легион Командер. Производит атаку Хроносфера на двоих. Но кто, кроме Войда, будет бить Легион Командера? Хватит ли урон Легион Командер? Есть стики. 17 зарядов. Тини убили. Шедоу Ворд работает. Стики нажаты. Биант уходит. Заканчивается шип-шифт. Это, наверное, Зеро могут пойти во второй раунд атаку. Ну, в принципе, они хорошо стакнули. Свэн подошел, да, после всей этой истории с драконом в топе. Можно, в принципе, в кого-то и прыгнуть. Остается имитатор на Фениксе. Да, его нет причем. Вообще, может, Суперноу поставить. Так. Ой, не договорились. Телепорт был, но впоследствии был отменен, по-моему, от Дизраптора. А Суперноу уже было установлено. Ну, это было бы... Ну, короче, это странное было. Можно было просто умереть. Не надо было сюда тэпаться. То есть нету ультимейта Войда. Нету ультимейта Ликана. Не было ультимейта Верки. Ничего нету. То есть даже если бы попытались сыграть на Тони, я думаю, огромные вероятны, что этого просто не прокатило. И все. И дальше у нас идет игра. Не сказать, что прям что-то может... прям жестко поменяться. Единственное, вот в этой драке последней не совсем понял я вот этот прыжок Влекана, который нажал форму. То есть на него дэмэджа нет. Да, ты подержал собаку чуть-чуть какое-то время. Но чтобы ее убить... Просто мог сам подставиться. Но, тем не менее, закончилось хорошо. Свен, кстати, огромный. Да, мы его мало видим. То есть обычно где-то он дерется с ультимейтом вне наших камер. Либо вообще в лесу его нажимает. Либо снимает новую часть, как приучить дракона. Да, но при этом, да, в следующий раз мы понимаем Легион Командер, который нажимает дуэли с Вентом, поможет. Ликана разорвут. О, плюс урон. Главное отсюда выйти. Байбэк. Телепорт. Нет, телепорта нет. Что? Слушай, ну это прям... Я знаю эти байбэки. Это те самые, да? Это хороший байбэк, да. После этого еще удар такой по квадратуре должен быть. Ну, ну ладно, что, байбэк и байбэк. Не сказал бы, что. Хотя нет, у него там планы были грандиозные. У него же там даггер. У него, по-моему, тапок даггера. И была... Там одна запчасть Аганима планировалась уже. То есть, по идее, этот байбэк немножко сбил. Ну да, да, задерживается явно. Ладно. 7000. Вот после вот этого камбэка снизу. Брайты снова все отдают. Зеро на максимум по экономике. Да, или Кану скоро будет с Кирасой. Кираса это невероятный шиповерспайк. Под это можно сыграть. У нас есть БКБ. Вот БКБ, Кираса и что-то на войде звучит как нереальный повод пойти помахаться. Но нужно все это добить. Саша, Саша. Саша Яшин. Сэнжин Яшин на войде. Против ЛЦ, да, чтобы дуэль была короче. Логика есть, но... Ну, с другой стороны, Линкен Сферу хочется все равно, да? Слушай, неплохо на самом деле. Знаешь, это очень напоминает Етора, который играл вот этим саевовым войдом. Мидас, по-моему, Сия Сатаник. Тоже под бафами какими-то он был. Здесь это конкретно Ликантроп с Кирасой и вторым доминатором. Под Фениксом он будет. Там какой-то Саларщик еще. То есть это войд, который медленно идет в лейд. Уверенно, не хочет умирать лишний раз. Нормально, нормально. В принципе, если они хотят выиграть, то это одна из опций, как можно прийти к этой победе. У нас какие-то очень симпатичные коэффициенты на команду Зеро от Бутбум 1.88. И у нас потенциальная битва за Рошана. Но все зависит от Войда, какая будет хроносфера. Тут нужно закрывать, конечно, Легион Коммандера и Свена. Но пока выход от команды Зеро. Нападение быстрое на Виндрейнджера. Нажимается Блокинг Барр, Статик Шторм просто в никуда. Войд ждет момента в погоне за Айс Айсом. Но это очень плохая цель для Ликана. Это много брони. Там, не знаю, даже Киперзылайта лучше бить. Дуэль. Феникс. Войд врывается. Отличная хроносфера. Тинни добивает через Фокус Файер. Ставится Супернова. Вот он может быть шанс. Свена грызут. Как же много урона. Но Свен все еще с ультимейтом разворачивает и начинает тебя от Ликана под станом. Ликан двигается дальше. Слишком мало урона у Свена. Несмотря даже наличие ультимейта. Выкупается Варлок. Залетает Голем. Банды туда же. Весел на Войде. Врывается Биан. Нажимает БКБ. О, Сыск Бантами. Как много урона залетело. Сразу по трем героям. Глимс возвращает, по-моему, это был Свен. Ловит Виндрейнджер Стан. Но один байбэк меняет ситуацию. Посмотрим сейчас вайт рекап. Сколько нанес урона Варлок? 2300. Слушай, какая-то непонятная, если честно, драка. То есть, был такой разный спектр эмоций. Сначала такой, вау, как же круто, что они дождались своих таймингов. Кираса, Саша Яша доделанная. Да, Верка с БКБ. Как круто, что они дождались и пошли драться. И нашли драку. Потом сразу же, как же плохо начинается драка. Статик мимо. Верка просто так тратит БКБ. Потом 5 секунд проходит. Вау, как же круто они развернулись. Какой же гениальный хрон. Свена подцепанули, тини сразу убили. Вау, красавцы. Еще 10 секунд проходит. Да зачем вы давите туда? Все. Нажал ГДС, БКБ. Да выйдите вы оттуда. Все, 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 хорош. Ну ведь плохо. Вот сейчас тут уже плохо выглядит. Но не добивайте героев. Бэйбэк был нажат. Блин. Да, и все, кулдауни уже висит. Согласен, погоня бессмысленная. Свена слишком много хп. На Свену чувствуется, что... То ли критов не было в тот момент, то ли просто не критовал Свен. Лектарно не пробивать. А может быть про Кераса, который ты говоришь, и работает. Но что в итоге? Варлок выкупается. Аэгис и Легион Коммандер. Преимущество на 2000 золота увеличивает команда Zero. И продолжает свое давление. Теперь еще у Войда хрансфернее. То есть можно спокойно двигаться вперед. Вот и Терзателя проконтролить. Можно и ты два башни забирать. Ну да, да, да. Все же ультимейт у Свена намного быстрее откатывается, чем хрансфера у Войда. Так, и шард у нас на Варлоке. Так, еще у нас будет рано или поздно появляться какие-то интересные шмоточки на ЛЦ, да? Скорее всего, это будет ответная Кераса. Потому что, по-моему, у Свена такой билд, что она у него не лезет уже. А Кераса ответная нужна. Да, и что? Что, что, что? Что делать-то? ХГ, я думаю, мы не хотим. Нет, ХГ, пока рановато, да. Просто качаемся, ищем какие-то пиков. Единственное неприятно, что ты играешь против Ликана. Линии будут с тебя толкаться. Верка тоже толкает. Феникс может из Новвижена толкать линии, да? То есть сейчас, в принципе, эту игру можно затянуть, если все красиво делать. Но все-таки это тяжело. Ну, гипотетически ты понимаешь, что Санс хороший. Показывает команда Брайт. Трансфера есть, все. Можно 2-3 героя убивать. Урона хватает. У Феникса не хватает, я смотрю, а Грим Шарда до сих пор его нет. На 29-й. Да, да, это правда. Шмотка невероятно сильная. И, возможно, была бы она в прошлом файте. Вот эта вот идеальная хроносфера с Шардом этим. Даже дожгли бы все герои. Да. Странно, видимо, у Феникса. Хотя, смотрю, и по экономике он же там хек себе, понимаешь, покупает. У него все прекрасно. Мне кажется, знаешь, мне кажется, Феникс это тот герой, на котором не стыдно купить Шард. Потому что 2 Санрея это слишком жестко. То есть, в принципе, спелл такой, знаешь. Если другие спеллы Феникса, как по мне, ужасны, прям ужасны, то с точки зрения, как они скейлятся, какой финальный ауткаунт. То есть, первый спелл это просто ты меняешь свою позицию. То есть, можно было бы туда поставить блин какаши, грубо говоря. То есть, вот эта вот история про дэмэдж, это все полная фигня. Так, значит, тут важный файл, скорее всего, будет. Ликана заметили. Дуэль. Ну и вот он с вами врывается, и по Санреям все равно ничего не сделать. Там и Варлок мешает, имитатор пытается выйти из тимфайта. Ну вот. Вот так вот Ликана уже убивать комфортнее, когда и дуэль, и врывается дэмэдж дилер. Да, да. Скорее всего, будут пытаться искать файты. С другой стороны, тут не получится тос, у нас слишком много крипов. Будут носиться по всей карте. Скорее всего, будут пытаться находить киллы. С другой стороны, нужно все это доджить. И опять, какой же хороший вижен стоит. Боже, они, по-моему, накопили специально ворды, чтобы все это поставить. По ощущениям. Все, видят. Единственное, что они знают, только про вайда, как я понимаю. Войд как-то там красиво прошел по своему ворду. Но летит на базу, смотри. Пока бы я купил себе войд. Слушай, если войд летит на базу, а не значит ли это, что они хотят сейчас куда-то пойти сами? Да, да, да. Тебе нравится? А эгис имеется, голем есть. Чисто на неожиданность сейчас сыграть. Огромная вероятность, что Team Zero немножко могут быть распрейдены по карте. Потому что они же все-таки ловят, они пытаются ловить и пытаются на это сыграть. Возможно, они что-то видели просто. Я не вижу смысла что-то ждать. По-моему, вайда БКБ свежая появилась. У Лекана все есть, у Верки все есть. Нужно пытаться находить файты. Сейчас ли это надо делать, я не уверен. Хорошая позиция у Zero. Расставили Vision. Врывается Phoenix. Дуэль сразу же. Phoenix пытается вырубить бутли. Хрансфера. Прыгает Void. Но это Warlock. Это всего лишь Warlock. Пытается его добить. Голем еще можно последок. Даст. Нажимает прямо в два Блэкинг Бара этот голем. Void прыгает следом. Пытается найти киперов Зелайта. Нажимает Windranger БКБ. Сити Вай в спине. Он готов выходить. Хрансфера все еще есть. Будет ли она вообще использована? Вопрос. БКБ активировано уже у Войда. Void просто в панике пытается убежать. Time Delation добивает Windranger. Какая же паника. Ребята не понимают, что им делать. А погоня продолжается. Возможно придет ставить Хрону, чтобы просто уйти. Супернова. Хрансфера. Но Тини сейчас просто всех в этой хрансфере может сам порезать. Супернова взрывается. Но Void уже вне тимфайта. Он ушел. Вот сюда бы шартик нажать. Да, да, да. Сейчас просто все меняется. Да, ужасная драка. Влетает Phoenix. Phoenix просто под LC с дайва. Прям под него. То есть, знаешь, обычно ты пытаешься найти этого Phoenix, а твоя задача тебе говорит команда. Слушай там, на LC. Допустим, я. Слушай, Пашок, нам нужно найти Phoenix. Срочно. Вот если не убить Phoenix, драка очень тяжело. Ты такой, да, конечно, я попробую. Такой, так, нужно как-то собак Ликана обойти. VR-ка, чтобы не убила. А тут просто под тебя сама птица этот голубь приземляется тебе под ноги. И все, даже ничего делать не надо. Очень странная ситуация. И мне особенно смешно, что имитатор до этого говорит, нет, я буду фармить Хекс. У него там было 1700, 1800. Он сейчас умер и купил себе Аганим Шард. Ну, наконец-то. Уже, грубо говоря, две попытки было, где этот Шард мог сработать. Но теперь задержится Хекс, да, и не важно, не важно. Дело не в нем. 18 тысяч перефарм за команду Zero. Windranger, ну что новенького? Да, по урону, конечно, слабовато. Аганим у Кипер Залайта появляется с другой стороны. Да, и все еще это можно играть. Единственное, что теряет актуальность реально, это, наверное, Ликан, да? Потому что у нас Void все так же камбэкает. А, это еще какой-то будет с ручки, который, да, дерется. БКБ обисал. Может, Аганимчик, чтоб на Верочку. Что-то еще. На Void доставку делать. Ну, просто, ну, не знаю. Ну, вот купят они все урон, да. Ну, вроде, да, вроде. Не знаю, непонятно. Сложно, сложно придумать. Короче, убьют, да, скорее всего? Да, убивают. Чуть-чуть дэмэджа надо помочь. Вряд ли это Тинни. Нет, это вполне, я думаю, Тинни. Да, 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 вот так, втроем точно. Что хотел сказать? Хотел сказать то, что Void в любом случае камбэкает. Верка в любом случае добивает свои шмотки, да. То есть, когда у них растет Нетворс, в принципе, это прям суперски для Тим Брайт. Но Ликан, вот этот вот тайминг, когда он был невероятно сильный, потихоньку, потихоньку это время уходит, если не ушло уже. И теперь уже эту собаку не так сильно боятся. И все, и на ХГ заходит, видимо. Здравствуйте. Там Сайленс появился, БКБ. Ну и уходит. Ой, там снизу какой шекл! Статик Шторм! Легион Командер можно убивать. Минус ЛЦ. Остается в этом тимфайте Тинни. Под Супернову не взрывается, уходит на Форсе. Там что-то было. Глимс. Найс Сайз. Но Свена здесь не будет. И об этом точно знает. Хрансфера успевает выпрыгнуть Тинни. Остается лишь один Варлок. Не самая лучшая хрансфера. Да, хотел бы спалнуть Тинни. Слушай, я не понимаю. Если ты пытаешься на Свене убить Вайда. Во-первых, как ты хочешь это сделать. А во-вторых, даже если ты пытаешься, почему твоя команда против Дизраптора на ХГ стоит на вражеском? Зачем вы идете по боту, если все ужасно? То есть, по идее, нападение Свена ты должен отойти, да, всей командой. Потому что ты сначала заходишь и говоришь, вот, мы все тут, мы идем к вам на ХГ, бойтесь нас. И, соответственно, Вайд должен где-то расслабиться. А потом, когда Свен должен на него нападать, вы должны резко оттуда свалить, чтобы вас не вернули. А тут получилось и Вайда не убить. Не знаю, как его вообще можно было в этой ситуации убить. И в боте еще подставились. Что-то как-то, да, не получилось у них, не сыгрались. Дайте сыграться. Складывается сценарий для камбэка. Мы говорим, что шансы есть до сих пор. Хоть и там, может быть, какие-то герои начинают проседать. Да, то есть когда-нибудь Агоним на Дезерапторе, Шарт наконец-таки появился на Фениксе. Если бы он появился чуть пораньше, было бы еще круче. Но, тем не менее, он есть. То есть комбинация способностей. Тимфайт, в принципе, сам по себе невероятно жесткий. Свен, у него уже, можно сказать, плюс-минус 6 ладов. То есть сейчас он будет что-то, скорее всего, менять, что-то апгрейдить, что-то там в бэкпак перетаскивать, там будет туда-обратно это все возить. Ну, можно сказать уже, что плюс-минус 6 собрал. А Войт-то только начинает. У него сейчас что-то... Ну да, да. То есть Сатаник доделает, станет неуязвимым. Просто это Войт, который будет наносить урон не качеством шмоток, а их количеством. Вот так вот. Ну и плюс команды, да. То есть когда у тебя из яйца, соответственно, Санрей летит, то есть урон всегда есть. Очень будет круто, если команда Брайт успеет на Дезрапторе выформить Аганим к следующему Рошану. От этого можно будет строить геймплей. Но нет, наверное, слишком... Нужно много времени. Но Андайну стараются отдавать лес по возможности. До Рошана минута 20. И снова она будет за силы тьмы. Для Зеро такое небольшое преимущество. Да, Войду, видимо, нам нужен будет нулифаер. Не знаю, Ликана, я думаю, не собирается покупать. У Ликана там грандиозные планы. А вот Аганим делает. Вот это мне нравится. Супер. Нужно будет делать нулифаер, скорее всего, потому что... Дуэль Миндранжер. Соло. Да, ну тут ничего не поделать. О, еще и Дезраптор остается. Он пришел купить поинт-бустер. Ой, ребята. Успеют прилетти к Рошпиту. Из плюсов. Но из минусов задерживается Аганим у Дезраптора. Вот была бы эта старая ВР-ка, которая с Атосом не сделает... Вот у нее не будет столько лишних смертей. С этим Атосом она найдет, наоборот, больше киллов. У нее уже было бы, скорее всего, что там в билдах, да? У нее клейпнер, линка, Аганим. Эти шмотки идеальны просто в этой игре для старой ВР-ки. Вот у нее бы все это было, и она бы это всолила. Но это новая ВР-ка, которая умирает просто за 2 секунды Блэдмейла. И что поделать? Тяжело. Хотел сказать, что нужен нулик, потому что там, во-первых, армор Свена. Там Варлок что-то накидывает. И плюс, самое главное, там, если не ошибаюсь, котел делал Грейжен Юл. Что, в принципе, неплохо. У него и так уже, смотри, 5 слотов. Там еще и Юлечек намечается. Все, появляется Рошан. И об этом сигнализирует, по крайней мере, пинге команды Zero. А Аганим-то сейчас будет. А может, подождем, Аганим, мужики? Да нет. А у нас 300, ну, стики продай, продай. Или что-нибудь. Так, да-да. Давай собираем. Нам нужно на самочек пароль ввести. Он, надеюсь, увидел. Но он видит, да, он перекладывает. А почему сразу это не сделает? Я не знаю, я не знаю. Ну, ладно. Ну, ему так комфортно. У него важность вот этого прибавляется. Ну, Рошан уже упал. Рефрешер у Тини. Ну, может быть, передадут там уже Свену. 2 БКБ, 2 ультимейта. Ну, что, нажмем? Так, ну, вообще, да, выглядит сомнительно. Что, не показывайте его? Я вижу эти все части, я начинаю нервничать. Просто не показывайте. Нет, убери, убери. Все, 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 спасибо. Так, и что? И разбежались просто по карте. Думали, что, возможно, либо успеют на Рошана, либо после Рошана Team Zero пойдут сразу же по линии, да, заканчивать, типа. Но просто разбежались. Момент не получилось найти. И будет у кого-то у нас шартик. У ВР-ки. Ну, лучше, чем Дезераптору. Ну, что точно. Терраса появляется, наконец-таки. Ну, что, там Двиндвейкер еще есть, и Тинни дофармить. И можно заходить. В общем-то, уже все, что могли, нафармили. Если на прошлой карте Айсайз был выходом в урон, то тут он будет именно сейвить. Да, и нужно тут делать целенька. Правда, еще прям нормально так по времени. Да и закупаться в ноль, вот тоже рискованно. На рандомную дуэль влетит. И сразу же там на секунд 80-90 в таверне будешь бьянт на охоте с нинджи гиром. Ну, в общем, наверное, вот с такими слотами и 200 урона у него почти из дуэли. Он убивает любого. Под блудмейлом. Так, телепорт от Ликана. Что это за атака снизу такая очень неожиданная, может быть? Слушай, а на обижение так-то. Ребята собираются, да. Какой может быть провал? Войт, Хекс, дуэль. Ну что, поехали. Завтра собрал Аганим, ставится суперновая. Но там Блэкинбар активировано, Свену больно. Свен выходит после окончания Кинетик Филда с этого тимфайта. Его поднимает Виндбейкер, Сити, нажимает БКБ. Ну, тут один вард. Один вард. Но, честно тебе скажи, не совсем понял, куда Брайт вообще выходила. Команда. Такая позиция. Ну, не ожидали, что, да, что буду бегать по Вижну. Не знаю, что там насчет гемов. Покупали, не покупали. Выбивали, не выбивали. Но хотелось бы, наверное, ждать, чтобы на 40-й уже он был. Я не буду за это осуждать. Я тот человек, который не любит покупать гем. Потому что обычно говорят, надо купить гем. Сразу же все смотрят на сапов и на оффлейнера. Почему-то. Я в этот момент отложу глаза обычно. И плюс, я не сильно фанат его носить. И это вторая причина, почему я отложу глаза. Ну, короче. Такое. Ну, все. Нашли супер. Под супер вардом нашли супер файт. Скорее всего сломают две стороны. А там... А там и три, может. Ломают-то быстро. Ну, время есть. Конечно, к появлению Войда можно и отойти. 23 секунды до него остается глиф у команды Брайт. Сейчас главное сидеть на базе и не выходить. Потому что сразу же СВН и Легион Коммандор прыгнут с новой дуэлью. Да, и скорее всего под эти респауны, вот эти вот кнопки с маленьким кулдауном, такие как яйцо, у дизратора сейчас потихоньку-потихоньку это будет все-таки дешиваться. Но успеют забрать. Успеют забрать. Забирают три стороны и, скорее всего, просто выйдут. Все, можно выйти. Можно выйти. Тут смуг. Да, теперь все, ребят. Играйтесь. Мега-крепы. 98. 2%. Ну, 2% это хроносфера по пятерым. Ликан одновременно Войда кусает и Супернова ставится с анреем. Да, ну, справедливаюсь ради шмотки. Ой, не шмотки, а способности там прям невероятно жесткие. То есть, если как-то все это нажать, теперь просто появляется дополнительная проблема, что даже если ты все это правильно нажал, тебя всегда будет, так сказать, капать тебе вот так вот по голове, то, что мега-крепы, надо еще кому-то дефать, кому-то обязательно нужно показываться, соответственно, на этом дефе. У вас нет выбора, нужно то делать, это, и уже не так просто все это. А в то же время у Team Zero прям полностью развязаны руки, они постоянно все видят, потому что линии толкаются, и с кайфом будут это доигрывать. Ну, вообще, наверное, Zero успевает даже выйти прямо сейчас на базу. Мега-крепы подходят, а Эггис остается минуту, рефрешуру Варлока и куплен Каганим. Ну, сейчас вот-вот момент. Ну да, Варлока такой, я думаю, мы не часто будем видеть с таким количеством слотов. Ну, мы уже увидели, то, что если бы нападают в Войда, все плохо. И, скорее всего, попытаются просто еще раз. Это цель номер один, и Сэнжин Яша там погоды не делает. То есть тут только один предназначен. Пытается, достал, достал! Нападение на Войда. Убивает его быстро. Он без Байбека в очередной раз. Супернова ставится. Он, кстати, неплохо взорвется, но драться больше некому. Виндрэнджер даже не выкупается. Да, тут легкая битва на фонтане. Ну все, это конец. Ультра килл для Сити Уай. Он идет на рэмпедж. Он делает рэмпочек на фонтане, да. Прекрасное завершение этой карты. И с хорошим настроением можно отправляться в завтрашний игровой день. Ну что? Вот такой вот неожиданный...